Пространство под землёй диаметром 2-3 километра, которое внеземная жизнь использует почти как свой аэропорт. От ступней до пупка — это вполне развитая мужская форма, но выше она полностью прозрачная. Сложность заключалась в том, что он мог попасть в нашу Солнечную систему только в определённое время. Они звали меня к себе, но без моего тела. Хотелось бы однажды попасть туда и посмотреть, что там происходит. Я замерзу тебя к себе, но без моего тела я не пр今年. С этого момента — это всего лишь предположения и легенды. Я не уверен на 100% в том, что я скажу далее. Мы просто рассматриваем это. Ясно одно, и в этом мы полностью уверены, что здесь, в этом озере, существует огромная степень активности. И природа этой активности такова, что она не имеет ничего общего с тем, что нам известно как жизнь на этой планете. Это что-то совершенно иное. Это жизнь, но не такая, какой мы ее знаем. Я не стал бы называть Маназаровар духовным местом, потому что духовность основана на человеке. Эти существа, если их можно так назвать, я не знаю, как их называть, можно ли сказать, что это существа, или предметы, или создания, или что-то еще? У нас нет слов для вещей или явлений, которые лежат за пределами нашего опыта. Они не относятся ни к чему из того, что нам известно как жизнь. Так что пока из-за недостатка слов будем называть их существами. Их природа не имеет ничего общего с тем, кто мы есть и что мы есть, по крайней мере на физическом уровне. Так что нельзя сказать, что это духовное место, но почему-то внеземная жизнь использует его почти как аэропорт. Они приземляются, взлетают, приземляются, взлетают с огромной скоростью. Это безумие. Это невозможно понять. Почему миллионы лет внеземная жизнь использует одно определенное место на планете? Почему? И почему это одно и то же место? И почему так долго? Кайлаш всегда считался обителью многих великих сущностей. Потому что многие из них решили вложить сюда свою работу, сохранить ее на кайлаше, начиная с самого Шивы, и двух величайших буддийских учителей. Все эти люди выбрали Кайлаш Парват как место, в котором они сохранили свою работу. Я говорю, сохранили свою работу. Потому что до сих пор, за все прошедшие тысячелетия, для многих мистиков на этой планете, была большой удачей, если они могли передать окружающим их людям один или два процента своей работы. У большинства не получилось и этого. Они всегда предпочитали сохранить свою работу в таком месте, которое не часто посещают люди. Но в то же время доступное для тех, кто хочет до него добраться. Кайлаш — именно такое место. Оно не совсем недоступное, но достаточно труднодоступное, чтобы отпугнуть многих людей. Существует очень много таких мест. Но с точки зрения объема и разнообразия, которые были сохранены на Кайлаше, это самое важное место. Вот почему оно известно как обитель Шивы. Не потому что Шиву можно найти там среди камней, а потому что все, что он знал, было сохранено там в определенной энергетической форме. Все, что ценно для нас из его жизни, находится здесь. Он до сих пор живет в этом месте, потому что в энергетической форме он жив. Многие сущности живы здесь, но вам не нужно ничего воображать, потому что первое, что происходит с людьми, которые приходят на Кайлаш и Манасаровар, они смотрят в небо и говорят, «Вон там, видите?» Шива и Паротти. Не пропустите и Бакананди. Манасаровар важен с культурной точки зрения, потому что Шива в некотором смысле был мужем с китайцем. Он отлучался. Его жена Парвати вместо того, чтобы жить на Кайлаше, спускалась к озеру, потому что выше все было покрыто льдом. Она спускалась сюда. Здесь хотя бы была вода, холодная вода. Поэтому она в основном жила здесь. Представьте себе. Вы – одинокая женщина на берегу озера Манасаровар. Вокруг ничего. Она хочет иметь ребенка, но она не может этого сделать, потому что семя Шивы не человеческое. Понятно, что она не смогла бы родить от него ребенка. Когда она была с ним, ей было хорошо. Но когда он покидал ее надолго, материнский инстинкт брал верх, и ей хотелось иметь ребенка. Однажды она обмазала себя сандаловой пастой с головы до ног, выждала какое-то время, а затем медленно собрала всю пасту. После такой процедуры в пасте остается некоторое количество клеток кожи. Используя это, с помощью своей тендрической силы она вылепила младенца и вдохнула в него жизнь. Получился прекрасный ребенок. И она была очень счастлива с ним. Он рос, и кроме них двоих никого рядом не было. Однажды Парвати захотела искупаться. Она устроила небольшую загородку и попросила мальчика проследить, чтобы никто не подходил к ней. Мальчик взялся за это поручение. Он был очень горд охранять свою мать. И тут появился Шива со своими друзьями. Он захотел увидеть жену. Он пошел к ней, но мальчик остановил его и спросил, «Ты кто такой?» Шива подумал, «Это ты спрашиваешь меня, кто я такой?» Одним взмахом меча он отрубил мальчику голову и пошел к Парвати. Он был очень рад увидеть свою жену спустя 12 лет разлуки, но она заметила кровь на его мече и закричала. Ему здорово досталось. Он не знал, что делать. Он думал, что спустя 12 лет его будет ждать радушный прием, а она проклинала его. Она сказала ему, «Ты должен оживить моего сына». Он огляделся по сторонам. Предводитель Ганов спросил его, «Что?» Шива ответил, «Хорошо». Отрубил тому голову и приделал ее мальчику. Это была первая пересадка головы. Теперь у мальчика было тело человека и голова предводителя Ганов. А на голове у Ганов был бескостный вырост. Так он стал Ганна Пати, предводителем Ганов. Намного позже, по той причине, что тамильские художники из Шивакаши никогда не видели Ганов, но зато в их местности было полно слонов. На месте бескостного выроста на голове они не могли представить себе ничего, кроме хобота. Так что они постепенно превратили голову Ганеша в слоновью голову. Даже сегодня все называют его Ганна Пати, предводитель Ганов. Никто не называет его Гаджа Пати, предводитель слонов. Он Ганна Пати, король или командир, или предводитель Ганов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова